Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами продолжим путешествие по России. Россия – это очень большая страна, и в ней много городов. Один из них – город самый главный, это столица. Столица нашей родины – Москва. Давайте мы отправимся с вами на экскурсию по главным достопримечательностям Москвы. Достопримечательность – это то, что отличает один город от другого, то, что гости города запоминают больше всего. Это московский скульптурный памятник основателя города – памятник Юрию Долгорукому. Этот князь основал Москву. С московского Кремля началась строиться Москва. Кремль – это значит крепость. Посмотрите на эту башню. Это самая главная башня – Спасская. В верхней части башни расположены главные часы государства. Эти часы самые точные, по ним всегда проверяют время. Часы называются куранты. Послушайте бой курантов. Туристы со всего мира приезжают посмотреть на Кремль. На его территории много храмов и соборов. Здесь находятся две удивительные достопримечательности – это царь-пушка и царь-колокол. Царь-пушка – это величайший памятник русской артиллерии. И это царь-колокол. Когда его изготовили, через два года в Москве случился крупный пожар. Практически весь город был охвачен пламенем. Над колоколом было очень много деревянных палок. Они и загорелись. Колокол очень сильно раскалился. И чтобы потушить пожар, пришлось вылить на него сверху много ледяной воды. От такой перепада температуры он треснул, откололся очень большой кусок. Самую большую главную площадь нашего города называют Красной. Красной не потому, что она красного цвета, а потому, что она самая красивая. Красная площадь в Москве самая известная и символичная. На главной площади проходят разные парады и праздники. В Москве есть такие места, которые мы посещаем с особым волнением. Одно из таких мест – это мемориальный комплекс «Поклонная гора». Он возведен в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. Здесь находится музей Великой Отечественной войны, храм, знаменитая статуя Победы, а также фонтан слез. Самый известный в мире театр находится в Москве. Называется он Большой театр. Это красивое белое здание с высокими колоннами. Наверху здания человек-колесницей управляет четверкой лошадей. Большой театр – это театр оперы и балета. Посмотрите, какое красивое и величественное сооружение. Это храм Христа Спасителя. Храм-памятник его возвели в честь Победы и в память о павших в войне. Москва – это культурный центр России. Ни в одном из других городов нет столько музеев, театров и художественных галерей. Это Третьяковская галерея, названа в честь коллекционера картин Павла Третьякова. В ней собраны картины самых известных русских художников. Здесь мы можем увидеть работы Виктора Воснецова «Три богатыря», «Аленушка» и другие известные полотна, которые висят в отдельном зале. Здесь вы найдете любимую конфетную картину «Утро в сосновом лесу», которая числится за Иваном Ивановичем Шишкиным. В Москве животных можно увидеть в московском зоопарке. Зоопарк – это целый город со своими улицами и домами. В зоопарке изучают поведение животных, их болезни, учатся их лечить, заботятся о них. Здесь мы с вами можем увидеть красивого бенгальского тигра. Самое крупное животное, живущее на суше – это слон. Он огромного роста и очень тяжелый, хотя ест только растительную пищу. Белый медведь – это самый крупный хищник на нашей планете. У него густая белая шерсть, которая помогает ему выжить в суровых условиях Антарктики. Жирафы – это самые высокие наземные животные. Также здесь живут зебры – это африканские животные. Зебры по виду напоминают лошадей, только полосатых. Льва недаром называют царем зверей. Это необычное, сильное и грациозное животное. Главное украшение льва – густая грива. Москва – это главный город нашего государства. О Москве много сложных стихотворений, пословиц и поговорок. Послушайте, какими теплыми словами говорил о Москве Александр Сергеевич Пушкин. Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе. Москва, я думала о тебе. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова